Правильно Баба Аня говорит о щенках, что они ещё мать сосут, куда их забирать, они ещё глаза не открыли. Как ни крути, но душа у Бабы Ани светлая, и она очень добрый человек. Всем огромный-огромный привет, очень рада видеть вас на своём канале, надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, поговорим мы с вами о канале Делающий Добро и обсудим видеоролик с Бабой Аней. До этого я просто обсуждала ту ситуацию, о которой нам вещал Мансур в своём сообществе. А сейчас вот я посмотрела видеоролик там, где он пришёл к Бабе Ане и поил собаку молоко. И вы знаете, посмотрев этот видеоролик, меня как-то всё равно насторожило многое. Ну и тут же ситуация с самой Бабой Аней, опять она вся согнувшись, едва перемещается по своей избушке. И опять же, видите, у неё 7 пятниц на неделю, она говорит, что вот надо было скорую вызывать, чтобы её в больницу завезли. То она кричала, что какая больница, ей не на кого дома ставить, то ей уже, получается, нужна больница. И поэтому Бабу Аню не понять. Щенят она уже переложила в кресло. Собаки у неё одна на кровати, другая, наверное, тоже была на кровати. Но увидев Мансура, там разлавилась и спряталась. И тут уже, знаете, становится страшно за саму Бабу Аню. Она печётся об этих собаках, об этих щенках, а сама вот она уже никакая. И не накормит её никто, и за пенсии её никто не свозит, и сама она за пенсии не доберётся, потому что она опять потеряется. И Алинку эту она ждёт и любит, а та Алинка и не вспоминает про неё. И, знаете, вот я посмотрела Мансур, да, он молодец, он принёс молоко собаке. Но, опять же, собаку нужно кормить нормально, чтобы она могла кормить щенков. И вот то, что он сказал, меня тоже как-то насторожило, что он приедет вечером и заберёт всех собак. И вопрос, куда заберёт он собак. Договаривался он действительно с какими-то приютами для животных, либо с какими-то людьми, которые занимаются животными, зоозащитой. Либо это было сказано как-то с другим интересом. Я немного его не поняла, и, видимо, в этом и причина, что постоянно на него все наезжают, постоянно всё пишут из-за того, что он толком никогда ничего не может объяснить. Вот он сказал, я забираю. Нет, он сказал, в приют. Но до этого он же ничего не говорил, что вот я поеду к бабе Ане, чтобы там решить вопрос с собаками, чтобы, ну, как бы забрать. И я договорился с приютом. Об этом он не говорил. Лишь это он сказал у бабы Ани. И, знаете, я уже начинаю переживать не только за бабу Аню, но и за животных. Всё-таки это живые существа. Там их много-много малюсеньких сердечек бьётся. И, знаете, хотелось бы, что всё-таки они жили. И если они уже родились на свет, то они уже должны жить. И уже об этом тоже как-то, ну, переживаю не только я, но и многие другие зрители. С бабой Аней тоже. Мансур сказал, что будет решать вопрос для того, чтобы очистить её будку и там вымыть бабу Аню, и что согласилась помочь ему в этом подписчица, как я поняла, какая-то зрительница, и помочь разобрать там всё. Да, он сейчас будет посвободнее, потому что Людмилу положили в больницу. И, как мне многие пишут, тут не Мансур всё это сделал, тут сделал другой человек. Ребята, какая разница? Все хотели, чтобы Людмилу госпитализировали. Госпитализировали, согласитесь, все хотели. Её госпитализировали, в этом нет ничего плохого. Мансур или при помощи кого-то, мне кажется, не особо тут важно. Но он расскажет, я думаю, в видеоролике он же написал в сообществе, что выйдет видеоролик, он всё там расскажет, что и как. Помогал ему кто-то, не помогал. Я не думаю, что он прям уж будет врать насчёт госпитализации, что здесь такого, если ему даже кто-то в этом помогал, чтобы её госпитализировали. Ну, а с бабаяней тут, знаете, уборкой и отмывкой её вопрос не решить. Тут вопрос надо решить как-то уже конкретно, потому что, ну, вымоют её, искупают, уберут в этой будке. Но вопрос не решён, холода-то ещё впереди и морозы впереди. И ей не выжить там. Она вот, смотрите, в каких ботинках ходит. Опять же говорит, что я вот якобы их купила, да, только купила и уже порвала. Понятное дело, что она их на помойке нашла. В таких же этих сапогах она может пошманделять куда угодно и просто-напросто околеть. Хотя вопрос, сможет ли она вот с такой спиной, как она вот крючком сгорбилась, и сможет ли она вообще куда-то пойти. А не приди к ней в какой день Мансур, она вообще ещё и с голодом может помереть. И хорошо вот он приносит еду, он кормит её прилично, приносит. Понятно, что сейчас он ушёл, она половину отдала всё собакам. Ну а как, собаки у неё и не худые, чтобы прямо сказать, чтобы худющие. Да, делится она с ними, да, она ограничивает себя, делится с собаками. И правильно она говорит, ты что в своём уме? Они маленькие, они маму сосут, у них ещё глаза не открылись. Куда их забирать от мамы? Всё она верно говорит. Если их и забирать в какой-то приют, то только с мамой. Не знаю, меня этот как-то вопрос, ну, как-то конкретно затронул. Многие знают, что я люблю кошек, но не только кошек. У меня дома есть собака. Я переживаю за любое живое существо, будь это человек, будь это животное. И неважно, что если у меня там, знаете, так, кошки есть, я прям фанатею за кошками, то я, значит, не замечаю людей. Людей я тоже замечаю, особенно пожилых людей, немощных людей, как Баба Аня. И мне очень её жалко. Жалко, потому что вот невыносимо на всё это смотреть, когда у неё всё больше и больше этого тряпья появляется. И видишь, как она ждёт эту внучку, ждёт эту сноху, к ней никто не приходит. И вот думаешь, вот какая у неё старость. И настолько её жалко. И плюс она всё равно как оптимистка, да. Она всё равно радуется жизни. У неё эти коронные фразы. Да ты не таскай, да ты не траться. И вот у неё всё равно в душе, у неё не тьма, ребят. У Бабы Ани в душе свет. И видно, пусть она и матерится, пусть она там и ругается, но всё равно она в душе очень добрый человек. И мне вот жалко, жалко. И хочется, чтобы не только в этой будке там прибрались и отмыли Бабу Аню, ну, чтобы вопрос дальше решался, что её реально нужно просто-напросто куда-то определять. Либо это дом престарелых, либо это уговаривать Мансура как-то её переселяться в новый дом. И не знаю, этот дом куплен, или ещё только будет покупаться, или только он на каких-то договорах собирался его купить, что если Бабаня туда переселится, а так просто нет. Как бы вот тут тоже непонятки, нам ничего не могут конкретно объяснить. Но то, что решать с Бабой Аней нужно что-то и серьёзно, это да. И эту ситуацию просто так оставлять нельзя. Думаю, что со мной согласятся, ну, многие мои подписчики, скажем так, даже большинство. Поэтому вот какая-то ситуация сейчас ещё более напряжённая с Бабой Аней. Она сама никакая еле передвигается, плюс эти щенки, и из-за них тоже, ну, как бы сердце болит, потому что хочется, чтобы и эти существа жили, раз они уже появились на свет. В общем, буду заканчивать. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Всем прекраснейшего настроения, всем позитивных эмоций, любви, добра, понимания. Ну, и, конечно же, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Берегите себя и своих близких. А я вас обнимаю. Всем пока.